Друзья, всем привет из солнечного Дахаба! Сейчас раннее утро, примерно пол седьмого утра. Буквально через несколько минут мы начнем сборы и отправимся в нашу поездку на знаменитый Блюхол, который находится недалеко от Дахаба. Это будет наша первая нырялка в этом году в Блюхоле. Не терпится туда попасть, уже соскучились. И с удовольствием вам покажем нашу нырялку, как туда добраться и как все это выглядит. Присоединяйтесь, будет интересно! Апнеа Клаб Горький представляет Итак, на дворе январь 2022 года, мы в Дахабе и нанырявшись на лайтхаусе, мы с друзьями отправляемся нырять в Блюхол. Блюхол – это самый знаменитый дайвсайт не только Дахаба, но, пожалуй, всего Красного моря. Добраться до него достаточно просто, нужно просто вызвать такси. Ехать примерно 10 километров – это примерно 15-20 минут в пути. В городе дорога асфальтовая, а потом начинается грунтовка вдоль моря. На начало 2022 года такси до Блюхола стоит 200 фунтов в оба конца. Можно найти чуть дешевле, но зато мы едем на очень комфортных по дохабским меркам пикапах. Иногда приходится ездить на 50-летних американских джипах, сидя на лавках без крыши. Подъезжаем к Блюхолу. На берегу здесь много открытых кафе. Раньше большинство русскоговорящих фридайверов проезжали в самый конец и располагались там в кафе у Мансура. Но сейчас все останавливаются у Али, в самом первом кафе, у Шлагбаума, и все тусуются здесь. Здесь можно посидеть, полежать, выпить чаю и размяться перед нырялкой. Сразу после приезда или на въезде с вас попросят 10 долларов за посещение Блюхола. Эти деньги должны идти на благоустройство. Но темпы благоустройства такие, что его в целом не замечаешь. Все фридайверы настраиваются на нырялку по-своему. Кто-то делает суставную гимнастику, кто-то дыхательную, кто-то расслабляется, а кто-то просто пьет чаек. После разминки идем переодеваться. За кафе есть место, где можно одеть гидрокостюм в душе. И здесь есть еще один бонус. Теперь не надо таскать снарягу. Буйок с грузами любезно отвезут до захода в воду. Вот это сервис. Что же из себя представляет этот дайвсайт и в чем его уникальность? Блюхол представляет собой карстовый провал береговой линии, похожий на стакан. Эта дыра диаметром около 50 метров окружена со всех сторон коралловым рифом. Глубина здесь от 60 до 100 метров. И это в нескольких десятках метров от берега. При этом коралловый риф хорошо защищает это место от волн. Идеально, не правда ли? Да, нырять здесь очень комфортно. Именно поэтому это место и стало мекой фридайверов и дайверов. И особенно глубоко ныряющих. И надо сказать, что если вы планируете нырять только в глубину, то ехать сюда стоит, если вы уже ныряете глубже 40 метров. Потому что если ныряете меньше, то скорее всего ехать сюда просто не имеет смысла. И будет проще и дешевле нырять на лайтхаусе. Каждый день фридайверы, ныряющие в глубину, натягивают рифовую веревку с одной стороны рифа до другой. Дно здесь наклонное. Более глубокая часть слева. Здесь почти 100 метров. А справа около 60 метров. Посередине 80. Поэтому выбирайте место для буйка в зависимости от вашей глубины. И если вы еще не ныряете на 100 метров, то имеет смысл располагаться где-то правее. Чтобы просто не занимать место для тех, кто ныряет глубже. Но не только глубина притягивает сюда фридайверов и дайверов. Под водой здесь очень и очень красиво. Для тех, кто ныряет неглубоко, будет очень интересно понырять на рифе у седловины. Так называется место рифа на противоположной стороне от берега. Риф здесь постепенно углубляется примерно до 10 метров и похож на седло. Отсюда и название. Обычно здесь очень много разных рыбок. Чуть дальше Блю Холла есть Дайв Сайд Беллс. Идти до него метров 100-200. И вот маршрут по морю от него до Блю Холла вдоль отвесной коралловой стенки. Очень красивый и живописный. И совсем не обязательно глубоко нырять. Дайв Сайд Беллс. А вот для ныряющих за 70 метров здесь есть кое-что интересное. На глубине около 55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арк. И это место так и называется. Арка Блю Холла. Место очень красивое. Даже если на него смотреть просто со стороны. Есть фридайверы, которые проныривали арку на одном вдохе. Среди них Наталья Молчанова, Алексей Молчанов, Евгений Сычев, Юрий Шматко и другие глубоко ныряющие фридайверы. Чтобы пронырнуть арку и вынырнуть на другой стороне от Блю Холла, нужно нырнуть на глубину более 55 метров, зайти под свод арки и проплыть более 30 метров горизонтально. После чего начать всплывать. Это захватывающее зрелище. Ну что ж, доволь нанырявшись, выходим на берег и идем к аллее. Переодеваемся, опресняемся. Теперь можно и поесть. Обед здесь стоит около 100-200 фунтов в зависимости от заказа. Обычно все заказывают себе обед до того, как пойти нырять, чтобы после нырялки не ждать долго и наконец-то поесть. Кормят здесь вкусно. Рекомендую мясной супчик с рисом. Медсуп. Будет похож на гуляш. К назначенному времени приезжает наше такси, собираем вещи и уставшие, но довольные возвращаемся домой. И конечно сразу начинаем немного скучать по этому месту. Приезжайте и вы в это прекрасное место и насладитесь его красотой сами.